Если немцы возьмут, неизвестно, как война повернётся, мы бы вас просили повоевать у нас здесь немного. Потому что нам известно, что в вашей эскадриле знаменитые асы есть, и мы бы сейчас, в общем, очень бы вас просили у нас остаться. Мы провели партийно-комсомольское собрание, проголосовали, просьбу генерала Лесолензе удовлетворить. Где Брежнев был начальник политидела, так мы вот пришли, значит, воевать на Малой Земле, где я пробыл шесть месяцев. Ну, из эскадрильи осталось два экипажа всего. Так что понимаете, какое что-то было и как там было. Вот после родения вот осколочного у меня, меня, значит, направили в госпиталь. А из госпиталя вдруг взяли службу стратегической контрразведки, то есть личной контрразведки Сталина. Вот всё, что я могу сказать. Ну, награды все эти, которые были, они все были по ранжиру. Вот там, значит, скажем, потопил транспорт, там немцы подбрасывали всё время транспорта, значит, командиру орден Красного Знареля, штурману орден Красной Звезды, стрелку, медаль за, значит, за отмагу. Когда я Сталину в своё время рассказал, он так смеялся, говорит, какой дурак это вы думал. Вы же рискуете одинаково жизнью всей. Почему же такая несправедливость? Я говорю, откуда я знаю? Я потопил три транспорта немецких. И четвёртый в группе. Вот за это получил четыре боевых ордена Красного Знания. То есть это редкие люди в стране были такие. Но я ещё мальчишка 16-летний был. В 17 лет я летал уже, командиром опекажа. Ну и вот, и потому что я стрелка спас, значит, нас сбили. Я, горящий, садился на аэродром Геленджикский, вытащил стрелка раненого в бомбовый люк. И только оттащил его в канал, самолёт взорвался. Ну, вы сами понимаете, что там лётчики были собраны самые лучшие союза, потому что небо не защищали. Дважды герои, там, ну, сказка. Ну, я-то пацаны желторотые, ну, что там среди них-то. И они такой стол поставили, какого я в жизни не видел, как они приветствовали меня, человек спас. Ну, и, значит, Лиселидзе пришёл и, значит, говорит, единственное, что могу тебе дать, это орден Отечественной войны. Ну, я тебя представляю герою Советского Союза. Я говорю, что, товарищ генерал, любой бы на моём месте сделал то же самое. Я никаких подвигов не совершил. То, что я горящие силы, ну, а что ж я бросать же я не могу, штурман прыгнул, я приказал. А я садился. Ну, там сам ведь убьёшься. Там, значит, аэродром маленький, из гор заход, там сам побьёшься. А тут ещё горящий садился. Ну, все, конечно, кто куда, да. Там я с этого сверху смотрю, все как тараканы дуют в разные стороны. Ну, бомб не было уже, конечно. Ну, вот всё, что я хотел сказать. То есть военный опыт на этом закончился, да? Потом, да, у меня, значит, приехал какой-то генерал, я его до сих пор не знаю штатски, но мой генерал перед ним польку танцевал, не знаю почему. Вот, ну, хан такой вообще. Единственный человек вот из сталинской когорты, о котором у меня осталось вот такое впечатление. Ну, я был очень хулигалистый, к сожалению, и нахальный. Сейчас мне стыдно за это, потому что так нельзя было. Ну, вот, ну, он со мной повёл, значит, на таких высоких тонах, значит, разговор, что вот завтра будет медкомиссия, она после ранений вас, значит, комиссует, направляем вас в транспортную авиацию, в действительности вы поедете в Москву. Вы скажете, что у вас при пикировании после ранения кружится голова. Ну, там вообще-то на пешке, это же сейчас у этих самых космонавтов меньше нагрузки, чем у нас было на пикировании. Где руки там, и кровь шла из носа, и из ушей. Вообще тяжёлая, и так, верю, была тяжёлая. Я говорю, так у меня голова не кружится, то есть не знаю вашего чина и звания. Да. Вы, товарищ младший лейтенант, научились где-то болтать. Вот. А я, значит, взъярился. Я говорю, ах ты, сволочь толстомордая, при нашем генерале. Вот я говорю, сука, я тебя же я как пристрелю, мы там умираем, ты тут морду нажирал, жат. Генерал мой чуть не упал. Потому что это сталинский посланец, он белый весь стал, я говорю, я тебя сейчас как клопа шлёпнул. А я мог шлёпнуть, я такой был. Дрался везде на всех углах. Ну вот. Он, значит, сразу изменился и говорит, что, товарищ младший лейтенант, я выполняю приказ Верховного Главнокомандующего. И я говорю, так вы бы с этого начинали. Если это надо для партии, для Родины, я пойду куда угодно. Что ж вы на меня, я говорю, напирайте. Я ошибся. Прошу извинения. Ну я говорю, ладно, значит, меня комиссовали. То есть на боевых самолётах я летать не могу. Комиссия, значит, написала. И после этого я пропал. Никто найти уже не мог. Даже Хрущёвское КГБ не могло найти вместе с Шелепином. Куда девали. Вот. И сразу, значит, я поехал в Москву. Вы, говорит, полетите сегодня в Москву. Я говорю, нет, я не полечу. В авиации говорят, если можете не летать, не летайте. Я пользуюсь. Вот. Ну и приехал, значит, а... Ну, представляете себе, мальчишка. 17-летний. Четыре боевых ордена Красного Знамени. Медаль. То есть этот самый орден первой степени. Я шёл за мной в Атагах. Ребят бежало. По городу Москве. Ну я пришёл к Спасским воротам, значит. Встретил меня по скрёбушу, помощник Сталина. И привёл к Сталину. Вот так первый... Второй раз в жизни я увидел великого вождя. Первый раз с мальчишкой был. Когда он меня в Артек направил. Когда меня из школы выгнали. Вот. И мать меня привезла. И вот с тех пор я стал служить. И служил до 12 октября 52-го года. После чего он нас с Сашкой запихал с моим старшим братом в действующий резерв. Вот так кончилась моя служба. И пропали все мои награды, которые и так у него в сейфе остались. И не пустили нас. Уже другие всё. Тут тоже 24 штук. И даже больше. Ну вот. Вот всё, что я могу. То есть когда Сталин номер вас уже не пустили тогда? Меня при Сталине не пустили. Как он нас уволил, мы с Сашкой пришли, а нас не пускают на работу. Саша хотел его в морду. Я говорю, что офицерки при чём здесь? Он же... Это стол. Что приказали, то и делает. И всё мое осталось. И он когда мне позвонил Сталин, я говорю, что ли Сталин, награды хоть отдайте. Ну что, когда надо будет, получишь. Он мне за две недели до смерти позвонил. Когда выходишь на работу. Я тебя не увольнял. Я говорю, вы ж меня выгнали. Кто тебе сказал? Я тебе дал университет закончить. Где ты учился в НГУ. Вот ты закончил. Теперь приступай к работе. Вот на этом мы с ним расстались. Ну вот всё, что я по мелочи могу вот так сказать. Всё, что есть. Ну хорошо. Ну вот расскажите, ребят, теперь самое главное, как вы работали в внутреннем контрразведке. Ну это очень большой разговор. Ну так, немножко, да. Что это такое было вообще за система? В книге есть эта. Система была простая очень. И она существовала, насколько я понял, с 1925 года. Учителем моим был генерал Николаев Сергей Варламович. Совершенно блестящий контрразведчик. Бывший начальник особого отдела 1-й конной армии Бедёнова. То есть в гражданскую войну уже имел два боевых ордена Красного знамени. Человек уникальнейший совершенно. По знаниям, по... Ну в общем, мне очень, значит, повезло в жизни. Я с настоящими людьми познакомился. То есть у меня был друг такой, как генерал Щербаков Михаил Петрович, заместитель начальника правительственной охраны Советского Союза. Удивительнейший совершенно человек. У меня был такой друг, как Владимир Пёдорович Гусев, который расстрелял всех венгерских мятежников. Музыще председателем трибунала. Потом в свое время. А был особо уполномоченный контрразведки Сталина. Вот такие люди, я на их книгах вырос. То есть они мне подбирали книги, особенно Владимир Пёдорович Гусев, который был, значит, официально заместителем военно-морской разведки начальника. То есть там двоякое подчинение было. Ну, что можно здесь сказать, что? Про службу, что ли? Ну, конечно, немножко. Чем занималась вашей службы? Ну, она занималась очень простыми вещами. Она следила за всеми членами политбюро, секретарями ЦК, председателями Совета Министров, за всем руководством страны, которые, по официальным данным, органами безопасности не обслуживались. Ну, это была главная задача. Ну, причем была крыша очень сильная. Например, генерал контрразведки, директор ресторана. Второй полковник, значит, заведующий пивным ларьком. Вот такая была. То есть там такая конспирация. Никто, как Руч, Шелепиным, два года искал службу. Так и не нашел ничего. После этого меня, значит, после смерти Сталина принимал же меня, хрустит, три с половиной часа. Вот. И говорит, выгодит известный хитрец. Я говорю, да мне скрывать нечего. Чего хитрить-то? О чем? Нет, вы самый близкий человек Сталина, вы все знаете. Вот вашими руками многие вещи делались. Я говорю, моими руками ничего не делалось, потому что я аналитическим отделом заведу. Информационно-аналитическим. Я научный работник фактически. То есть ко мне приходил вот материал вот этот весь. Я его обобщал. И раду 10 дней докладывал. Вот вся моя работа. Вот вся нашла. За всеми, за ними работала Сталинская контрразведка. А вы следили, вы изучали, то есть контролировали всех людей, ЦК КПСС. Этот контроль какой был? Бытовой, политический? Контроль был агентурно-оперативный. То есть вся агентурно-оперативная работа, она велась. За всеми, за ними стояли подслушивающие устройства. Стояли телевизоры, которые просвечивали всех. То есть раз Железов, начальник, замминистра МГБ по технике и наш сотрудник у Сталина, раз мне в 10 дней приносил все прослушки, все эти ленты и так далее, которые надо было просматривать. То есть все они были, как в свое время говорили, под колпаком у мюллера. Так что вот такая служба была. И она была у Сталина после 25-го года, после смерти Ленина. И, собственно говоря, в этом причина, что он победил всех врагов. То есть он все буквально знал. Абсолютно. То есть слежка была тотальная просто. Не просто такая, а тотальная всеобъемлющая. Ну, это правильно было. Куда деваться было? Да, время сложное было. Ну, и тем не менее, в общем, вся эта помойка приходила к вашему покорному служению. То есть, когда я товарищу Сталину сказал в свое время, я говорю, товарищ Сталин, за какие провинности вы меня на помойку отправили? Он говорит, дурак, тебя партия поставила до самой высшей пост в стране, а ты еще кочеврявишься. Ну, вот так вот. Я в этом, значит, герне 8 лет пробовал. До тех пор, пока вот разошлись по вопросам других. Вот все. Ну, вот, ребята, какие-то вопросы у вас, если возникли личные, задавайте. Живому носителю нашей истории. С чего все это причиняется? Да бросьте вы, это легенда 20 века. Мне надоело это. Бросьте вы, это хреновинус. Я обычный человек. Никакая я не легенда. Я не легенде, говоря, я слов о Сталине, как о личности. Вот как он в быту, как человек был? Значит, вот выходит моя книга «Генерализмус Сталин». Она должна была выйти вот сейчас, но, к сожалению, задержалась. Там все есть. Там я собрал всех очевидцев, которые воспоминали, не мои личные. Я по своей личной наблюдения вам скажу сейчас. А там всех маршалов, всех, кто общался с товарищем Сталином. Ну, с чего я хочу начать? Вот по моим наблюдениям. Товарищ Сталин добрейший человек. Никакой он не дьявол, не черт, как его рисуют. Но враг есть враг. Он же, понимаете, как Ленин говорил, когда нас начинает хвалить буржуазия, значит, мы где-то прокололись. Когда нас ругает буржуазия и поносит, мы на верном пути. Вот из этого надо исходить. Поэтому все эти шапки, которые сейчас вылезли, жалкие, они, ну, убогие, маленькие люди. Ну, что вы от них хотите? Всякий воюет, как умеет говорить. Воюет плохо, все в говне, себя уробили полностью. Все эти новодворские, все эти, жубайцы, это же мразь, ну, сопля на ножках, как говорят. Вот. Ну, они вот так. Сталин добрейший человек. Это первое, еще я хотел сказать. Очень многих людей помиловал. На мой взгляд, зря. Сталинская контрразведка выявила 217 врагов народа, занимавших руководящие посты при Сталине. Возглавляли группировку Маленков, Хрущев, Микоян, Берия. Если бы их расстреляли, ничего бы не было. Вот эта смолочь сейчас сделала. К сожалению, из-за болезни товарищ Сталин этого не дал сделать. И они остались. И на их совести от разорения нашего народа. Сталин очень добрый человек был. Никогда никого не оскорблял. Как Хрущев, например. Не перебивал. Никогда не садился на самые первые места. Всегда сидел в резидене месте, на самом таком рядом стуле. Вот, поскольку у него очень болели ноги, страшно, он всегда ходил. Сидеть не мог долго. Очень был спокойный. До декабря 49-го года. В декабре 49-го года у него произошло тяжелейшее кровоизлияние в мозг. То есть, когда ему было 70 лет, у него произошел инсульт тяжелейший. Когда у него отнялась рука и нога, язык фактически не действовал. И когда он не мог выступить на 70-летие, когда собрались все представители Компартии в Голос. он не мог выступить. Вот с этого времени начались чуеса. Вот с этого времени начались вот у нас очень тяжелые годы, потому что Сталин был очень тяжело болен. Но я думаю, что это не первый инсульт у него, потому что вот на моей памяти в 41-м году на Волоколомском шоссе, как мне Лозгачев рассказывал, охранник его, он сел в госпитале весь белый. То есть, видимо, у него первый инсульт тогда был. Потом инсульт был очень тяжелый в 44-м году, когда в Волынском прорубали просики даже деревья, чтобы циркуляция воздуха была лучше. И, наконец, вот этот 49-го года, когда он фактически уже перестал руководить всем, и фактически примерно 4 года он почти не руководил нищим. и одна половина у него действовала так. Это вот теория, эти книги все бесподобные. Причем я вам хочу сказать, когда говорят там, кто Сталин, как он учился, семинарист, возьмите его произведения, сравните с любыми, и вы увидите, кто такой Сталин. Вот я всегда, когда бы ученым этим говорил, вы же пешки, что вы можете? Ничего абсолютно. У вас книг нет фактически. Когда меня Хруш принимал, говорит, вы с таким презрением относитесь к нашим академикам. Я говорю, так у них нет ничего, товарищ Хрушев. У них кроме диплома ничего нет. Вот вы нас критикуете, у нас книги есть. Вы можете соглашаться, не соглашаться. Вы можете критиковать, потому что, ну у нас нет, а у них ничего нет. Ни у Поспелого, ни у кого нет ваших. Книг у них нет, трудов нет. Для меня ученый без трудов не существует. Это блеф. Вот, поэтому вот, когда он, значит, он говорит, пожалуй, вы правы. Ну, в общем, значит, три с половиной часа принимал меня, я понял, что он искал сталинские архивы. Владимир Михайлович, а где сталинские архивы секретные, или откуда же я знаю, Никита Сергеевич? Я же не архивариус, где они могут быть? Я не знаю. Вы все знаете. Я говорю, нет, я ничего не знаю. Я говорю, вот тут, что мне дали документы, и я книжку написал от Сталина, я вам могу дать. Да, но вы же их отдали. Я говорю, а как не отдать, когда на обороте был указан источник информации? Что ж, я должен был сталинскую разведку раскрывать? Не буду, я же не судоплату. Вы хитрец. Я говорю, не хитрее вас. Вы бы видели, как он обрадовался, чуть целовать не бросился. Какой он хитрый и умный. Вот такие все вещи. Пожалуйста, что еще? Вот ухарактеризовать, как вы можете ближайшее окружение, вот здесь, Хрущев, Берия, Малинко, потом еще был там Волотов. Ну, у меня на всех на них были агентурные дела. То есть, все они были под толпаком, и поэтому я их всех хорошо очень знаю. Берия, мой клиент, то есть, его начальник охраны Саркисов был у меня на связи как агент, который за ним следил день и ночь. Потом на него написал, значит, Абакумову министру рапорта. Он, правда, чокнулся. Так он и умер потом, понять речь. Он написал, что Берия заставляет его, значит, выискивать проституток в Москве, ловить, сажать в машину и возить к Берии. Ну, какой дурак может написать? Абакумов написал резолюцию. Вам поручено охранять членов политбюро, а не следить за ним. Ну, вот такие вещи были. Поэтому они, я вам могу сказать, что все они люди совершенно слабые, на мой взгляд. Унисталин был подбор удивительных людей. Министры все, все были гении. Ни одного министра не было удовлетворительного. Все министры с ног сшибательные. Члены политбюро серые. Ну, как может человек с двуклассным, значит, образованием церковно-приходским заниматься большой политикой? Ерунда же, слушайте. Не образованные люди. Вот, что касается Берии, Берия, трус страшный. Вот, истерик. Ну, я могу вам рассказать, пусть это будет известно, это очень плохо. В свое время, когда Берию сюда взяли, наркоман НКВД, Косырюк, секретарь ЦК комсомола, набрал на него в Грузии материал, что он шпион, там, и так далее, то, что было английским, мусубатицкий, и доложил этот материал Сталину, так называемая синяя папка была. Ну, и вот, Сталин, значит, вызвал Берию, и, как всегда, вежливо поинтересовался его самочувствием, самочувствием его родственников, вот, а потом говорит, вот, на-ка, на-ти-ка, ознакомьтесь с этим материалом, что вы можете на него об этом сказать. Кто попал на колени, как мне Николаев рассказывал, и я его, говорит, за ноги от ног оттаскивал Сталина, он бросился целовать сапоги, плакал, как, не знаю, верещал буквально, что прошу меня простить, я, я, значит, заглажу свою вину, я все, и Сталин промолчал, потому что Сталин никогда таких дел не делал руками своих близких. Он очень берег всех людей. Все дела делались вот такими, как Берия. Грязные, если что. Ну, и он, значит, посмотрел на него, и как ему свойственно вождю, он был исключительно, ну, как вам сказать, человек остроумнейший. То есть, если вы с ним посидите час, у вас будет от смеха живот болеть, как он будет рассказывать вам. Так, и он ему говорит, ну, ладно, черт с вами, живите пока. Ну, помните, что папка лежит у меня в сейфе. Один ваш неправильный шаг, и вы покойник. Вот под каким домоковым мечом всю жизнь прожил Берия. В каком году было? Не позади, Это было до войны еще, как его наркомом назначили. В стартовом году. А вот в 37-м чистки были? Действительно, серьезные чистки? Конечно. Ну, я вам хочу сказать, вот в книге я привел пример. Почему не говорят, что Сталин выпустил из ГУЛАГа 349 тысяч человек арестованных Межовым? Почему об этом молчат? Это же факт? И почему? Вы в числе Королев, вы в числе Рокоссовский. Так что тогда эта вот банда, которая пробралась в органы безопасности, она многих людей честных действительно тоже сумела уничтожить. Изничтожали наши кадры. Я считаю, что это большой просчет товарища Сталина. При всей моей любви к нему я могу сказать, что такую сволочь назначать как Ежов наркоман КВД было нельзя. Во-первых, он не будет сказано пред нами гомосексуалист, уже психически больной. Он еще запойный алкоголик. Причем оказалось, что мать-то у него литовка, что он даже не русский. Как такой человек без всяких заслуг стал таким человеком? Не знаю. Ну, что здесь можно сказать? Сталин очень умный, очень начитанный человек. Очень начитанный. Он каждый день прочитывал книгу. У него была система. То есть по образованию, по интеллекту я не видел человека не только равного ему, а хотя бы приближенного к этому. То есть он на тысячу голов выше всех. Буквально. Ну, это природные данные, наверное. Вот. он просто гениальный человек. Улавливал все мгновенно. Вот он в каждом деле мог найти сразу сердце этого дела. И это поразительно вообще в смысле вот интеллекта, который был. Очень спокойный человек был до инсульта. После декабря 49-го года это стал другой человек. очень нервный, очень подозрительный. Я же вот так вот все же. А вот верные, то есть вы говорите там такие, а верные люди были? Патриотически настроенные, были верные люди? Ну, а кто же был? Не он же один Великую империю создал. Ну, кто, говорит, министр? Великую империю создать один человек не может. В моем подчинении было 11 генералов. Вот, значит, последний Боярский, который Японию разгромил фактически вместе с тем, кто подписывал акт на Германии, тоже разведчик наш. Сталин не один. Сталин был окружен блестящей плеядой людей. Причем это были настоящие коммунисты, бессеребрянники. Ведь Хрущев с чего начинал? Вы у меня будете получать столько-то. У нас человек узнавал, сколько он будет получать после назначения, когда он уже работал. Проработал месяц, пришел зарплату получать, он узнал, сколько он получает. Зарплата, конечно, огромная. Но там и работа другая. Ведь вот инженер кончил, 8 часов ушел, а тут сутки. Вот если вы эти сутки на три части затарелочи, у вас получится зарплата. Но люди работали за идею, а не за зарплату. Вот что можно на этот счет сказать. Люди совершенно необыкновенные. Вот как он их подбирал, не знаю, но те 60 человек, которые были в Сталинской контрразведке, уникальнейшие люди совершенно. То есть это люди, которые знали по нескольку языков, имели несколько специальностей. Ну, такие вот, генералитет очень сильный. И он побил всех врагов, конечно. И так никто из них и не знал, что это за служба. Когда я с Изюмовым, секретарем ЦК Компартии, в свое время с Юрием, значит, собрали этих иностранных корреспондентов, и я чуть приподнял завесу вот этой контрразведки сталинской, у них у всех челюсти впали. То есть они никто ничего не знали, где что есть. Вот так служба работала. Сталин на первое место ставил конспирацию. Он говорил, что разведка только тогда хорошо работает, когда о ней никто ничего не знает. Так и было. Ну, а учитывая, что у него золотые прииски были, да, это тона золота, то весь мир был куплен. Был такой генерал Лавров, начальник внешней контрразведки сталинской. Вот он купил весь мир. Там все продается. Дело только в цене. Ну, сейчас я могу уже сказать последнее, пусть это будет. Начальник Коза, второй человек в Коза Ностера, вот этой самой американской бандитской организации, советский разведчик, помощник императора Хиросита японского, советский разведчик, помощник премьер-министра Японии, советский разведчик, начальник контрразведки Квантунской армии, советский разведчик. Вот как работали. Куда текаться-то кому? Не говоря уже о том, что Лагутин ведал секретные службы Гитлера, то есть следил за всеми нацистами. Такая же примерно служба, как у Славы. Вот вам. А вот вы расскажите о начале военных, сейчас это интересно, почему Сталин отсутствовал, когда началась война, много кривотоков по этому поводу, что он растерялся, там и все прочее. Значит, чтобы вы знали, Сталин профессиональный революционер. Он никогда и ничего не боялся этого вранябса. Человек, который перешел в фашистов, с ним ничего сделать нельзя. Вот я никого не боялся в мире, а идеяных врагов боялся. Потому что с ними ничего сделать нельзя. Таких фашистов было балом, но не были. Вот, например, личный пилот Гитлера, Бауэр, группенфюрер СС, на допросе у нас сказал, книгу Майнкамп читал, все, что в ней написано, разделяю, как был нацистом, так и остаюсь. Вот он. Что ты с ним сделаешь? Ничего не делаешь. С такими людьми ничего сделать нельзя. Их можно убить, сломать нельзя. Так что такие люди были у Сталина. Вот из 60 тех человек, которых я знаю, каждый человек представлял из себя свергения, я бы сказал. Не только по своим идейным убеждениям, но и по своей грамотности, по своей профессиональной загадке. Почему мы и побили все разведки мира? Теперь дело прошлое, я старый человек, в моей характеристике в 52 году Сталин написал, побил все разведки мира. Я сказал, товарищ Сталин, это преувеличение, побили вы. Зачем же вы мне приписываете то, чего у меня нет? Я под вашим руководством это гениальный совершенно человек. В контрразведке это говорят, что он и значит при Ленине еще в дореволюционный период тоже партией разведки занимался. У него талант гениальнейший совершенно. Он разработает вам план, это сказка, как работать. Поэтому вся эта сволочь, но то, что она вякает, ну что может жалкий ублюдок сказать? Ничего. К сожалению, врага недооценивать не надо, конечно. Но они два человека сработали против нас. Здорово. Это Бим, был такой американский знаменитый разведчик, посол у нас в России. Он 15 лет был послом. И он вот навербовал всю эту сволочь. Вот все эти так называемые демократы, как их в народе хорошо назвали говнократы. Вот вся эта сволочь была у них в резидентуре. И Бим спрашивал, сколько навербовал сегодня этого шлака. И когда он характеризовал потом всех так называемых демократов, он сказал, после встречи с ними у меня было единственное желание вымыть руки. Так образно. В Китае Эндрю Сноу, знаменитый американский разведчик, перевернул Китай. Вот видите, как говорят там личность истории. Огромные вещи имеют. И у них это было, получилось. Сталин оставил вот этих 217, они перевернули Россию. Изменники эти. Если бы он их прихлопнул, ничего бы не было. Мы бы уже при коммунизме жили. Ну, к сожалению, вот история делает зигзаги. И очень большие. Причем, как историк, вот я могу сказать, как-то вот с великими империями все время не все благополучно. Возьмите империю Чингисхана. После смерти Чингисхана рассыпалась. Великая Римская империя после Сулы рассыпалась. Наполеоновская рассыпалась. И так далее. Вот такие в истории зигзаги почему-то делаются. Уходят великие люди, приходит жалкая шпана, и начинаются вот эти все судороги. Тоже не закономерность. Вот какая-то закономерность есть, да. Вот такого плана. вот, например, Сталин прекрасно знал римскую историю, греческую историю. И он со мной ведь каждую неделю занимался два часа семинаром. То есть давал мне книги, потом спрашивал, а что ты в этой книге понял? И говорил, нет, неправильно ты понял. И вот он говорит, кто у тебя в Римской империи главный герой? Я говорю, Люций Корнелий Сулы Сталин. Не Цезарь? Я говорю, нет, не Цезарь. Корнелий Сула великий. И у меня, говорит, тоже. Вот он особо. Прекрасно знал историю. Ну, еще, если вам такую черту сказать, он с великим юмором человек. То есть он два слова скажет, когда в парке культуры Горького сталинские контрразведчики избили Абакумова, министра государственной безопасности. И, значит, он говорит, кто его избил? Жуга говорит, товарищ Сталин, уголовники. Он говорит, уголовники, говорите, за семью уроков. Ну и ну. Что ж это за министр, который себя защитить не может? Как же он может защищать правительство и членов полимеров? Ерунда. А его, значит, он совершенно морально разложился. Ну, какой-то, я не знаю, дурак, что ли, я так и не понял. Вот. Ходил, малолетних проституток находил на танцплощадке и водил их в гостиницу «Москва», там номер был. И эти вот, Мур знал, конечно, об этом, но они боялись его страшно. Он же всех держал в страхе, в страшном, да. И они боялись докладывать об этом. Но остались, кто контрразведка знал все. Ну, а потом его так били, что из него и живого кости улетали. Ну, что можно здесь сказать. А вам доводилось встречаться с Жуковым? А? С Жуковым доводилось встречаться? Не понял. С Жуковым доводилось встречаться? С Жуковым, Юрий Константинович. Я могу вам сказать, я его презираю, как не знаю, кого. Я бы лично его расстрелял, если бы мне Сталин разрешил. Он столько погубил солдат, он столько оставил жены сирот, зачем было брать Берлин такой ценой, где погибло столько людей. И он для своей личной славы, как Рокоссовский правильно написал, он не жалел солдата. Потом, я очень-очень не люблю хамов всю мою жизнь. Вот ты дай в морду старше себя, я тебя буду в границе уважать. А когда ты бьешь по морде человека, который не может тебе ответить, это подлость. Причем меня удивило, что Жуков приписывал себе операции, в которых он сам не участвовал. Это вот Рокоссовский прямо же в книге написал. Это же безобразие. Потом у него образования же военного нет. Он же трехмесячные курсы выстрел кончил, только все. Больше ничего не было. Поэтому Сталин умел делать героев. Вот он Чирюскенцем сделал, Чкалова сделал, эти вот маяки все. И это он сделал. Я ему сказал, я же, Тарь Сталин, зачем Жукову дали три звезды? Ведь войну же вы выиграли. А в народе создали мнение, что выиграл войну Жуков. Зачем же врать? У вас ни одной золотой звезды нет. А у Жукова три. За что? Ну, у нашего отца ведь какая была манера? Или уж швалят до безумия, либо бьют до смерти по голове. Нельзя так. Иногда чувство меры товарища Сталину изменяло. Вот это было страшно. Этого нельзя делать. обладая такой невероятной властью, которой не обладал ни один вождь в истории. Надо было быть, конечно, более осторожным. Нельзя без суда расстреливать людей. Понимаете? Писать синим карандашом. Расстрелять. Я согласен, что врага надо уничтожать. Но надо же доказать, что он врат. Что вы аете? Поэтому я говорю, надо иметь всегда два уха. Вот как я всегда имел. Я всегда имел два уха. В том смысле, когда мне на кого-то дули, я всегда думаю, а почему на Ивана Ивановича атака идет? А что Иван Иванович такого сделал? А ну-ка я с другой стороны посмотрю. А там ослиные уши. Их цап. Так что здесь надо большое чувство мира. Нельзя поддаваться своим настроением. Это всегда заводит. Я помню, в моей жизни был такой случай, когда я засунул сверхсекретный документ в папку, она там сложилась, и не мог найти. И когда я увидел, как я одному полковнику этот документ отдавал, что при этом говорил, ну просто наяву. Нельзя этому поддаваться. Потом я этот документ в папке нашел. правда стоило мне это дорого. Был случай, когда я у Тальча Сталина оставил документы, и потом я говорю, что Тальча Сталина, я вам оставил документы. Ничего подобного, ничего ты мне не оставлял. Ну шутил так. Хороша шутка. Я говорю, так я же вам, ведь ты же не будешь давать вот вождю под подписку документов в журнал, да? Ну а потом, когда я агентуре деньги платил, я амбарную книгу завел. То есть кому что я дал. Ценности же дикие совершенно. Он посмотрел и говорит, ты зачем второй отдел кадров создал? Кто тебе это поручал? Немедленно брось в камин книгу. Я говорю, ну а как я учитываю было? Никто тебя не спрашивает. я говорю, я просто для себя должен знать бриллианту там, но на каждый бриллиант бирочку, на нем цена, в долларах, да? Не сметь этого делать. Кто тебя проверяет? Я и так знаю, что ты не возьмешь. Ни ты, ни Саша. Ну вот так. Вождя такого не было в жизни ни у кого. Величайший человек, вот я вам просто хочу показать еще книжку. Вот мой приемный сын Лохания. Конечно, при моей помощи, да? Вот книга называется так. Личная секретная служба Сталина. Сейчас личная секретная служба Сталина. Интереснейшие документы. То есть такие, что все падают. Вот он что написал. Рождение этой книги стало возможным благодаря знаменательному появлению в моей жизни Владимира Михайловича Жухрая. Человека удивительной судьбы, профессора, историка, автора замечательных всемирно известных книг Сталин Правда и Ложь. За что мне дали этого почетного академика Брюссельской Академии Мировой? Я же почетный академик Брюссельской Академии еще плюс ко всем этим делам. Это за книжку Сталин Правда и Ложь. Ну там не надо тут меня хвалят. В общем здесь вот совсекретно только для товарища Иванова информационное сообщение. Примерно в 1933-1934 годах Киров беседует с Арженикидзе и Котиором сказал пришло время положить конец внутренней борьбе. И это в то время когда эта классовая борьба в стране приняла особенно ожесточенный характер. Николай пишет. Спецсообщение о покушении на Кирова. В общем все вот эти документы которые можно было опубликовать и они есть в библиотеках я вам очень настоятельно рекомендую наряду с этими книгами посмотреть эту крышку. Она показывает всю нашу историю и значит разоблачает всю ложь этой Сволочи. Тут видно как, что было и где и как было. Владимир Николаевич скажите почему после смерти Сталина именно предельником назначили Маленкова который вообще ничего себе не представлял кто это сделал и зачем? Маленков ну у нас на агентурных делах были клички значит агентурное дело вот так значит Маленкова то есть они все у меня были под колпаком и у него была кличка Малания то есть он значит женоподобный человек трусливый страшно очень на мой взгляд малообразованный но он же не кончил ни одного института тоже понимаете там один только Вознесенский Касимин вылез высшим образованием ну Касимин это английский шпион тут нечего говорить и потом очень монограмотный в целом человек вот а Белия у него окраска шпион значит а значит кличка сексуальный маньяк в калошах это Саша он с юмором был написал сексуальный маньяк в калошах то есть один Белия носил так сказать калоши из суслок еще из сихотариц в общем вся эта компания была у меня поэтому мне рассказывать не надо я их подноготную всю знаю Саркисов у меня на связи был каждую неделю он мне докладывал что делает Белия с кем он встречается но там и не надо было там все прослушивалось можно вопрос значит по поводу Берия и других так далее в советское время все таки была в определенном роге проституция и алкоголь и так далее каково отношение было почему и вот этим вопросом кто-то занимался не в таких масштабах ну естественно и не в таких размерах но было а почему было партия такую задачу не ставила отрезвить население да нет партия боролась с уголовщиной но понимаете надо же быть реальными людьми и были и значит эти самые квартиры эти вот малины все это было чистили их ведь недаром не работаешь значит значит три месяца тебя арестовывают на полтора года поэтому это все было но были эти преступления были уголовные тоже но у меня не было ни одного террористического акта за 8 лет почему потому что их при начале чистили сразу вот еще вопрос значит каково отношение Сталина к религии Сталин верующий человек и вот целый ряд документов я вам показал которые он отменил все ленинские декреты касающиеся церкви абсолютно все и запретил разрушение храмов и все проще так что это у него все было джуга верующий человек ваш покорный слуга верующий человек как ни странно не идет так что а вот скажите немножко джуги на нем вообще никто меня познакомил с ним и говорит вот тебе твой первый заместитель храни его как зенит око вот так я с Сашей познакомился генерал-полковник высоченный мужик сильнейший вот который ведом личной контрразведкой Сталина вот первый раз я его увидел кто он что он я до сих пор не знаю там вот так было не спрашивай не лезь нет дело не проживите просто такая вот система такая вот даже я лекции читал офицерам генералам читал по радио то есть они у себя в кабинетах и так вот как вы а по радио читал лекции не видя их глаза то есть конспирация была в этом смысле высшая вот Саша единственный у меня у него недостаток на мой взгляд он очень вспыльчивый вот таким нельзя было быть потому что однажды он чуть Василия не убил если б я не отнял то было бы смертоубийство он на меня бросился но я его удержать не мог моего 6 мастеров спорта свалить не могли у нас борцовая комната была вот ну я значит он на меня бросился я говорю Саша если меня ударишь я тебя убью ты знаешь угое звериное отродье а у меня пистолет вот прямо здесь лежал и в нем уже в стволе всегда была пуля то есть я готов был мгновенно я бы его убил если бы он бросился но он у него хватило ума он остыл и потом значит мы с Тывасовского поехали я ему в руке выкусил кусок мяса когда он Васку чуть не убил и мы поехали к Тывасовскому там швы наложили выходим он говорит Саша меня тогда Сашей звали тоже от какой же ты меня беды спас отец нас собрал утром и говорит что ж вы за мерзавцы такие генералы передрались как последний хулиганье да что ж такое что ж я за несчастный человек что же вы такие и залюлить и залюлить руси ну а вообще то значит Василий когда выпьет он мира не знал поэтому нельзя и он тогда Сашка начал его говорить что ты хулиганишь что ты наш род позоришь не дело а он начал ему говорить вот еще всякий незаконорожденный будет меня так сказать поучать а для грузина это страшная обида то есть он обидел его мать незаконно и он его бить начал а бить что там Ваське 63 а в этом 120 я говорю куда там я отнять не могу он меня по голове по рукам тоже так вот был такой случай я говорю Ваське ты что сукин сын болтаешь неизвестно с кем ты что дурак совсем уже сидит плачет на диване так что было так можно опросить если Сталин был таким а? если Сталин был таким грамматичным человеком если Сталин был таким грамматичным человеком почему он не оставил достойного преемника? потому что он хотел оставить Сашу а Саша не пошел и получилось ерунда а Саша у него есть на юную джуга да? да вот ну а Саша говорит нет пока вы живы иначе я не могу больше здесь мне эта шарманка все надоело по самой вы же я должен сказать что Черчилль очень умно сказал когда-то он говорит власть утомляет безмерная власть утомляет безмерно это вот знаете самые дураки ведь тянутся к черным машинам вот ездить там красоваться там на этих всяких парадах никто из умных людей они же этим не занимаются я например когда меня в действующий резерв отправили по улице Горького с песнями бежал и приехал когда к своей любимой она говорит ты что такой радостный я говорю теперь я свободный человек я тут был вообще в золотой клетке а теперь я сам никто мне не нужен вот как надоело никуда куда бы ты ни шел за тобой идут за членами политбюро ходил 9 человек за мной 7 я иду значит в университет экзамены сдавать я на вечернем учился вся охрана стоит я иду гулять куда-то на лестнице все стоят ну что это такое и никуда уйти нельзя он же утром вот в Сочи он же в Сочи по полгода был утром звонит в два ты где шлялся ночью никто найти не может я говорю агентуру принимал товарищ Станин знаю я твою агентуру я говорю ну если знаете о чем спрашиваете не груби мальчишка а в хорошем настроении как дела ты давай приезжай мы соскучились тут и на холодную речку самая лучшая дача была Станинская орлиное гнездо однажды я пришел там начали стены красного дерева гвоздь забит на нем маршальский бандир висит я посмотрел он мне говорит ты чего смотришь что я гвоздь в стену вбил ну ты что хотел чтоб я в метр в титере ходил я говорю я ничего не думаю я посмотрел но висит в титере висит нет ты не просто посмотрел ты считаешь что я в такую стену гвоздь бил я говорю да смею ли я так подумать ты все можешь значит можно вопрос значит отношение Сталина к евреям значит значит если бы не Сталин ни одного бы еврея уже на на этом земле не было что если бы он не уничтожил Гитлера Гитлер бы уничтожил всех евреев вот это евреям надо помниться к сожалению их так настроили что они это забывают почему во первых еврейский народ вот у меня книга есть сыны еврейского народа в Великой Отечественной войне я написал вот это очень хорошая книга причем вот эта шпана вся она этот вклад весь отняла еврейский народ вложил огромную долю в победу огромную уже не говоря насчет ядерной бомбы Харитон Зельдович Алиханов Йоффе это вот создатели водородного оружия нашего Сахаров тоже? Сахаров я вам скажу это он во первых психически больной его не брали ну в общем в 48 году в вашем покорном услуге навесили 3 объекта атомных плюс к моим еще делам я пропал тогда когда я по три часа спал и Сталин сказал что если их поднимут на воздух мы погибли и вот тогда значит без моей закорючки внизу не было ни одного назначения и мне принесли значит вот на подпись а потом уже у Сталина все было я на этой Сахаровской значит анкете подпись значит не поставил потому что была справка что он психически больной вот тогда Курчатов сказал Писареву начальник отдела К отдел К МГБ который занимался вот атомной промышленностью всей их два подполковника было Писарев и он говорит мне наплевать кто такой Сахаров он мне нужен он знает формулу одну он нужен для создания водородной бомбы если вы не дадите разрешения я доложу товарищу Сталину и вы срываете программу создания водородной бомбы ну вы понимаете что тот сразу штаны наделал конечно такое обвинение и так Сахаров попал он рассчитал только одну формулу управляемой атомной энергией и больше он ничего не сделал вот где вы сидите здесь это квартира моего сватер мой сват знаменитый атомщик Янпольский академик вот и он значит мне тогда вот рассказал как Сахаров значит они же никто не признавали здесь тут стол другой был правда здесь все были знаменитые академики атомщики у него у моего свата вот и они его не признавали к Сахарову свою среду никогда не брали вот ну я как то студентам сказал если бы я пришел и начал учить ракетчиков как ракета запускать меня бы наверное в Кащенко послали в больницу а когда безграмотный совершенно в политике человек приходит и начинает учить как управлять государством и это не вызывает значит удивления что такое Сахарову? жалкий человек очень хороший физик правда рассчитал одну формулу больше ничего он ее действительно рассчитал? да но у нас отец же как либо он хвалит до безумия либо бьет до безумия зачем ему три звезды давать? ведь он им всем навешал по три по четыре звезды четырежды герой Советского Союза ну нехорошо это все вот так вот было а вот в свое время Сталин поднял вопрос о медиках так вот я вам хочу сказать да с этого начинал значит в моей книге вы это все прочтете показано что это провокация англо-американской разведки две цели было у них первое восстановить против нас мир и второе это вот еврейство восстановить вот оно сейчас самое ведь такое ходовое совсем предательстве Родины они же везде тяпкают на всех этих углах но это не значит евреи евреи вот эти которые выиграли войну двести пятьдесят командующих вот эта книга я могу вам сказать прямо что еврейский народ после русского народа второй народ в войне но это забывает сейчас сейчас другое вытаскивается вот эти глупости конечно вот у них очень есть националистические группировки глупые до безумные вот на мой взгляд то есть они кретины причем гибнут как тараканы но не успокаиваются вот есть такая секта хаббат это значит наподобие дьявольской секты у нас в православии вот она у них заправляет поэтому евреи разные вот сыграли в войну величайшую роль если бы не создали ядерную бомбу они вот Харитон все неизвестно как бы повернулся мир после войны и не сбросили бы американцы на нас ядерную бомбу так что у них заслуги большие но тем не менее они очень как вам сказать в политике примитивные примитивные то есть значит принимают желаемые за действиями это была прямая провокация никакого этого как вот значит джуга почему выступил же против этого он же сказал что товарищ Сталин при каком заговоре врачей можно говорить когда они все под значит ну под этим колпаком МГБ конечно а Сталин говорит да конечно ну если бы там были честные люди а Абакумов оказался враг другие и так далее поэтому все это возможно но джуга же это же был ну как вам сказать ну что ли предмет расхождения я наступил конкретно потому что когда он мне поручил посмотреть я им говорю никакого заговора нет вранье это хотят сейчас я говорю как можно значит было ведь решение политбюро о высылке евреев всех за пределы России туда вон в дальние края и когда Сталин пришел я говорю что как же можно высылать когда у нас 80% начальников почтовых ящиков химии и физики евреев что разрушим военно-промышленный комплекс я этого делать не буду а я что враг народа я уже не враг народа но делать этого нельзя давайте бить виновных но не всех сразу потому что почему за вину отдельных лиц надо наказывать весь народ это неправильно с моей точки зрения против интернационализма он подумал-подумал тогда постоял Саша молчит и говорит черт знает что за люди всегда приведут довод против которого выступать нельзя и разорвал это постановление он бросил в козел черт с ними говорит пусть тогда судить не будем тогда пусть с ними Игнатьев и Ирюмина работают еще вот так евреи спаслось а уже готовилось в Сибири лагеря строили а уже там так сказать все что-то поэтому это прямая провокация выдумка но это такая у этих евреев Михаил был такой сволочь националист и он собственно говоря подставил еврейский народ этот удар от которого никак оправиться не могут они еще по своей дурости в огонь масло поднимают нельзя это уделать нельзя продолжение темы поэтому это все вранье Эдуард Ходос он говорил что Сталин ведь сами евреи громче секта Хаббат спокойно секта Хаббат Ходос пишет что она любила Сталина хаббатики куда она может убить ну скажите как Сталин умер значит я вам хочу сказать прямо я не верю вот Афтерханов книжку этого чеченца но это вранье все как он умер действительно Сталин очень болел как он жил эти четыре года вот я вам живой свидетель я не представляю я знаю как он болел как Алик с ним мучилась как он прожил эти три года я не представляю после инсульта убить никто не мог как ты можешь убить во первых двери всегда у него были на запоре вот если он тебя вызывает то он значит нажимает там штуку а дверь открывается в его покое никто без его ведома войти не мог пищу всю пробовали на мышках белых поэтому отравить нельзя поэтому это такой метод есть как говорят с иностранных разведок особенно американцы и англичане где то что то произошло они говорят это мы и получают ордена там эти самые заслуги деньги это такая шпана жалко я их пачками арестовал поэтому я их видел все они у меня проходили через меня большинство их и их резидентов я в сорок восьмом году когда мы на границе чехословакии главного резидента взяли мы видели что с ним произошло я же слушайте какой вам дурак посоветовал в разведку идти мы же трус а его чистил со всех сторон плакал на коленях вообще они трусы все но это естественно потому что воевать то за что страшен человек идейный тот кто работает за деньги дам больше и куплю его все бывает это вот говорят что ему плохо стало Сталину ему никто не помог просто он сам умер а никто войти не мог это показывает а когда вошли бы я потом приехал в Берию и так далее и не помогли ему дальше сказали что он спит значит вот в книге моей вы все прочтете тут все есть мне оставили свои записи старостям прикрепленные Сталина и второй тоже подполковник оставили свои записи об этих последних днях я их сюда включил не редактируя как они мне говорили так я их включил сюда к Сталину никто войти без разрешения не мог они сидели двенадцать часов обсуждали с Лозгачевым кому идти к Сталину стучаться тот говорит ты иди ты прикрепленный начальник охраны а тот говорит нет ты иди а никто из них идти боялся единственно потом они Бутусову Матрену Петровну послали это у него была эта самая так сказать кистиленша которая уборку свою делала у него в квартире он уже чистюля страшный был единственная кто могла ходить по его квартире и они послали Матрену Матрена пошла и его обнаружила лежащим на полу там не по тому там уйти пойти нельзя и эти члены боялись это ведь сейчас все развязали языки все храбрые все мудрые а тогда же при одном его взгляде люди же падали у него горящий взгляд был такой посмотрит человек падает он всегда говорит ну что вы волнуетесь слушайте ну так же нельзя волноваться ну пойдите вот в другую комнату там боржомчик попейте не надо ну ничего ну что же я я же не зверь какой-то ну что ж вы так я же так же нельзя это сейчас ведь это все можно а тогда это совсем другое все было и они боялись войти даже в окно заглянуть боялись вот еще чтобы мифы развенчать скажите Сталин встречался действительно вот с таким никто Вольф Мессинг нет никогда не встречался миф чушь это все понятно Сталин вообще в суеверие не верил это не Гитлер все правильно Гитлер встречался вот у него же эта теория-то парьев была она ему была подкинута Гитлеру самому да ну у них вообще это чудеса я допросил около двух тысяч немцев в 48-м году лично то есть всю разведку и контрразведку гитлеровской которую мы захватили они прошли через мои руки там дельных людей почти не было но один был очень сильный не знаю кто рисовал хорошо очень но он бавар видишь как сказал был нацистом и остался нацистом скажите пожалуйста вот вопрос значит как отбирать вот этих и находить идейных людей тех самых и есть ли были ли системы методики отбора вот как раз принятие там вот в различной разведке и так далее сейчас я вам прочитаю главные положения о работе стратегической разведки и контрразведки первое первое тщательный подбор кадров настоящим разведчиком и контрразведчиком в личной секретной службе Сталина может быть один из миллиона второе разведывательной и контрразведанной работе нельзя спешить нужно проявлять терпение и выдержку третье четко представлять трудности с которыми придется столкнуться сотрудникам разведки и контрразведки товарища Сталина при проведении конкретных операций повседневно готовить разведчиков и контрразведчиков к преодолению этих трудностей не бояться их повседневно помнить что они на войне и должны быть готовы к выполнению любого задания четвертое вербовать стратегическую агентуру следует на много десятилетий вперед использовать ее только в самых крайних случаях например накануне войны и во время войны серьезных контрразведционных или стихийных беспорядков грозящих уничтожить существующий социалистический строй пятое помнить что шпионы и предатели вербуются иностранными разведками и среди советских людей зараженных карьеризмом и взятым желающих жить на широкую ногу иметь любовниц заграничные поездки и туманные туманные перспективы захвата власти путем дворцового переворота в целях личного обогащения широко используются иностранными разведками лица зараженные националистическими предосудками шестое сотрудники личной секретной службы Сталина должны быть преданными при любых обстоятельствах и беспременно преданными коммунизму джуга с джуга это сын старший сын и что он я не знаю не знаю а не подтверждаю эти сказки что они рассказывают вот поэтому я не знаю отец наш сказал посмотри в зеркало когда ты на этот вопрос и все на этом на этом закончил он же очень скрытный был ну я уже сейчас могу сказать уже вот мне будет Бог даст 84 года такой любви как у Окса нашего я ни у кого не видел чтоб из собственных рук сливами меня кормил на холодной речке это же надо было видеть Саша говорит вы его как маленького он говорит и есть у нас маленький а тот говорит на такой волк страшный даже я его боюсь отец наш говорит не клепай среди нас он самый добрый и самый благородный вот когда Саша говорит я его люблю больше жизни а чего говорит оболтаешь вот так что все это было в обычной жизни вот за столом это был обычный дедушка очень добрый очень спокойный очень пел хорошо у него голос сказочный а вы с какого возраста вы воспитывались с какого возраста вы воспитывались у Сталина я не воспитывался он меня в сороковом году первый раз мать привезла первый раз я увидел Сталина в сороковом году когда меня из школы выгнали за хулиганство и вот вопрос значит по поводу как раз вот предвоенного периода Советский Союз уже готовился к войне к Великой Отечественной войне то есть вот уже учебники вот насколько я в Омске был там учебники были значит в которых уже шло о том что действительно я не знаю то есть но там вот музеи там исторические там интересные о том что уже шла как бы вот идеологическая подготовка к тому что действительно враги и что война возможно я вам проведу один пример только вот который я генштабистом провел когда я читал лекцию сотрудникам генштаба наши когда у них челюсти отпали у всех я им сказал 28 августа гитлеровская армия потеряла более двух миллионов солдат и офицеров семьсот танков то есть восемьсот танков семьсот самолетов более десяти тысяч артиллерийских орудий не были готовы кто их где вложил в каком году 41 да в август 28 августа вот немецкие я же им дал по немецким документам что сами гитлеровцы писали о своих этих вот нежбищах и все заткнулись сразу если бы не были готовы кто же вложил в землю сильнейшую армию гитлеровцу а то что они подошли к москве то они не могли не подойти потому что гитлер бросил все он должен сказал чтобы любой ценой взять москву ведь некоторые немецкие части подошли к москве потеряв 80% личного состава то есть они фактически перестали существовать гитлер этот дурак снял 28 командиров дивизии корпусов то есть он сам обезглавил перед московской битвой свою армию за то что они не выполняли его приказ приказы выполнять не менее а вот эти документы что твои миллионы потеряли есть ли а есть ли документальные ваши книги конечно какой книги а вот Сталин посмотрите а вообще хотели воевать говорят что не в союз был с гитлером или как вообще и вот этот и договор молотова у меня документы я их туда переложил там вся гитлеровская армия все расположение немцев и наше накануне вот войны как на ладони все в ночь гитлер позвонил отдал приказ был такое о том что наступление будет через несколько часов чтобы нет они первые тут все в книжке вот вы лучше увидите когда первый раз сталин узнал о том что гитлеровцы готовятся напасть все здесь есть разведка работала очень хорошо поэтому это все было скажите а первые лица германии выжили кто-нибудь да после войны первые лица германии выжили их же судили всех военным трибуналом никто не судил юренбергском процессе кто-то бежал их же повесили всех кто-то бежал по телевизору по телевизору черт его знает Скорцени начальник спецслужбы гитлера он остался вот ну не знаю я потому что трудно мне сказать ко мне на допрос попадали все кто остался кто нашу под кого контрразведка наша взяла я их всегда прошу лично потому что я очень интересовался самой структурой гитлеризм вот способностью как они всю германию в руки взяли взяли хорошая структура да так что все это было сделано а вот вопрос такой значит ваши там часы посмотри лежат рядом с землями ну я их поставлю что вы хотите ваша контрразведка работала при Сталине отлично а потом что с ней стало то есть потом начиная с Хрущева и в девяносто первом году то там же предательство вполне а ее старин распустил в конце октября 52-го да да он нас 12-го октября я был направлен вместе с другой в действующий резерв а зачем зачем он это сделал актуально углубить он углубить он и без тебя а мне говорит ты его поддерживаешь я говорю полностью тогда иди с ним и я пошел вот так было а потом все звонит долго баклуши бить будешь когда работать возвращайся я говорю когда прикажетесь ну это типичная реакция так вот теряет логическое мать моя сказала не смей к нему приставать он все равно ничего делать не будет потому что инсульт такая болезнь которая у великого хана и простого смертного протекает одинаково не будет он тебя слушать ты только ускоришь его смерть ну вот он и мать убил очень с ней очень считался она вообще никого не признавала вообще она была акушер-гинеколог знаменитый она вообще никого не знала потом это было на руку и Берии потому что самое поздно внутренне контрразведка защита Берию во-первых при увеличивать его руль не надо его преувеличивать он ничего не делал после снятия его с НКВД в 46-м году его джуга сбросил и он никогда не лез никуда тоже вот тут есть в книге как они там беседовали все это ерунда поэтому такого гения как Сталин никогда не было да и вряд ли может в истории а что с вами стало с прежним человек очень спокойный ну прежним же меня в советники взял у меня был был в истории такой период в моей жизни когда я с Александровым работал с его главным помощником который в общем был генсеком нашим и после снятия Хрущева они сразу меня привлекли в качестве консультанта вот и я ей говорю Александрову я говорю Андрей Михайлович зачем вы меня взяли мы же враги ээээ говорит не знает врага надо под боком держать тогда спать может спокойно я говорю ну давай давай Прежним очень добрый и очень хороший человек но к сожалению как политический деятель он конечно такой вершины не мог охватить а человек очень добрый очень хороший насколько я вот мог видеть Ведь он очень приятный человек в общении. Ну, не дано. А что не дано, то не дано. Андропов, Андропов. Шпион американский. Хотя бы мне дал наивысшую оценку. То есть такую оценку дал, что... Вчера товарищи приезжали, которые с ним беседовали. Какую он мне оценку дал. Как работнику. Ну, шпион. Он же все сделал, да. Спиной Брежнева кратался. Он же подготовил весь этот развал. Ну, чудеса вот, я же вам говорю, чудеса вот. Ну, Андропова убрали потом? Или он сам ушел? У него почки отказали. И говорят, ему яд ввели, нет? Нет. В Кремлевской больнице. Да нет, ну какой я. Он год его, мой, значит, товарищ Макухин Академик лечил год его. У него же отказали почки совершенно. Он жил на генетиманализе на этом. Очищение. Нет, кто его? Тогда этого не было. А скажите, вот эта книга Белого, в которую такие всякие вещи... Вранил все. Во-первых, Белый это... Я ему-то не стал тогда говорить, я у него на даче был, ну зачем старика бить? А вы знаете, что вас пристрелили, не надо? Ну, он сам говорит, умер. Сам он. Или опять утку раздаться? Наверное, узко. Да вот же Андреев же с ним. У него же начальник штаба был. И когда они ко мне пришли, я говорю, какой ты разведки командовал? Расскажи нам. Но не было такой разведки. Он же Жукову приписал, что Жуков ведал разведки. Ну, братцы мои, ну, если чувство меры брехникся, ну, нету. Каждый врёт, как может. Как очевидца. Понимаете, это беда просто. Чем самый маленький человек мнит рассказать, какой он, как что он знает. Это раньше так этих самых, по одних этих любовниц подставляли. И они, дураки, молдали всякие глупости, чтобы, значит, показать, какой он авторитетный, да какой он малый и сильный. Дураки. Отдел целый был, назывался отдел ласточки. Это же кошмар вообще. Лучше всего этого не знать. Это нехорошо, что народ не знает. Ну, сейчас народ много чего стал читать. Глаза разбежались. Вот я говорю, что вот вам вся история сталинской колгосударства. В конкретных агентурных донесениях контрразведки. Интереснейший совершенно документ. Она выпущена без всяких там обрезаний и так далее. Выпущена без цензуры. Конечно, без цензуры. Какая тут цензура? Я, конечно, одну треть только вложил, я же не мог другую вложить. Я же не судоплату. Сейчас вот я некоторые документы вам засчитаю. Ну, вы в библиотеке найдете книжку. У меня она одна. Их не переиздавали? Не переиздавали? Сканировать надо. Ну, конечно. Я к чему истреблюсь, пока это все есть еще. А то все исчезет. Вот это есть. В ходе гражданской войны примерно 2,5 миллиона активных контрреволюционеров было уничтожено. Примерно столько же бежало за рубеж. Остальные все остались в стране и потенциально составляют базу для антисоветской и шпионской деятельности. То есть база была. Некоторые из них, не будучи настоящими коммунистами, как их тогда называли примазавшимся, за годы советской власти сумели наворовать кое-какие ценности, но превратить их в социалистической стране в капитал и существенно обогатиться не имеют возможности. Отсюда их мечта путем заговора изменить суть существующего социалистического строя, реставрировать капитализм. Именно эти люди становятся легкой добычей иностранных разведок. Вот что и произошло. Сделал опять же в архетипе человека, то есть из его программы в архетипе. Еще в годы гражданской войны иностранной военной интервенцией правительство Англии инструктировало свои разведывательные службы. Большевиков следует рассматривать как открыто признанных врагов. Как инструктируют свою агентуру иностранные резиденты? Выступайте смелее против генеральной линии партии. Если схватят за руку, покайтесь. Только и всего. Большевики люди добрые и иначе доверчивые. Простят. Выполняя эти инструкции с лицемерными покаяниями речами на 17 съезде, в 1934 году выступили Бухарин, Зиновьев, Каменев, Ламинатзе, Преображенский, Пятаков, Рядок, Радок, Рыков и Томский. А вот по полученным закордонным данным на активных участников Троцкистской антисородской подпольной организации. Троцкий, агент немецкой разведки с 1921 года, английский с 1926. Кристинский, агент немецкой разведки с 1921 года, Розенгольц, агент немецкой разведки с 1923 года, английский стритчерцов. Чернов, агент немецкой разведки с 1928 года. В его вербовке принимал участие находящийся в эмиграции веншевик Дан. А Ленин? Ленин сам непосредственно. Шаранович, агент польской разведки, второй отдел польского гонштаба с 1924 года. Гринько, агент польской и немецкой разведки с 1932 года. Кристинский и так далее. Ленин, он все-таки на кого работал? Ленин никогда никаким шпионом не был. Не относился. Враневши. Сейчас очень много просто. Вот у меня книжка есть там, посмотри, вот моя докторская диссертация. Нет, вот тут поднять, значит, называется «Штурм века». А, вот так, да. Вот там есть эта книжка, вы можете в библиотеке посмотреть. Моя докторская диссертация. А вы покажите ее вот в камеру. В камеру, в камеру. В свое время политиздат ее и сдал стотысячным экземплянам. А собрано было миллион. Туда положено место. Так он за границей же очень долгое время находился. Да. Вы могли вербовать? Солны были. Мы завербовали тянули, и здесь еще такое внушение. Троцкий активно, информационное сообщение. Только для товарища Сталина. Троцкий активно выдвигает и протаскивает руководящие посты в вооруженных силах, преданных ему лично людей. Резолюция, товарищ Сталин, товарищ Николаев, займитесь внимательно, повнимательнее этими людьми. Резолюция, товарищ Николаев. Помогал Гитлеру в его, так сказать, становлении и дальнейшей... Да, он его и сделал. Сделал, да? Ну, он же помогал и нашему, тоже, коммунистическому, вначале. Ну, немцы, им это было выгодно. Чтоб Россия вышла из войны, они, конечно, бросали большие снежки. Все было. Сейчас уже все это ясно, что шрионизм или изм, или материализм, или это все равно одно и то же, это программа. Сторонники Троцкого взяты в активную агентурно-оперативную разработку. Николай. Установлено, что троцкисты пытаются создать в Советском Союзе политическую организацию новой НЭП Мнудской буржуазии. Скажите, а с троцкистами как было? Партии капиталистической реставрации. Что-то полностью покончено с троцкистами. Справка. Товарищ Сталин сказал, троцкистов надо расстреливать, уничтожать. Это всемирные провокаторы, дальнейшие агенты фашизма. В каком году с ними до конца закончили? В 1938-м. То есть, после чистки 37-го? Да. А раз демократы не были преемниками троцкистов? А? Демократы, которых готовили разведка, не были преемниками троцкистов? Ну, они вообще, я не знаю, члены-преемники. Это такая сопля на ножках. Дикая просто. А еще вопрос. А чем все-таки руководствовался Сталин? Вот вы говорите, что он был верующим человеком, да? Но коммунизм был против религии. То есть, что было у него внутренним духовным свежим, чему он служил? Вот такой вопрос. Я знаю, что Сталин очень уважал Матерь Божию. Я думаю, что тогда же это было представление о космическом управлении в то время. Мы живем во времени, когда наука обомкала фантазию. Активные троцкисты, агенты иностранных разведок. Зиновьев, Каменев, Евдокимов, Бакаев, Марчхиновский, Тервоганян, Смирнов, Дрейдзер, Пиккель, Гольдман, Представитель, Ольберг, Берман, Юдин, Лурье, Рахья. Это, видимо, истинно русские люди. Ну да. Так все-таки... Сталин, да, хотел бы все-таки сделать. Все-таки государство Израиль создание было, по-моему, в 47-м году, Бен-Гуреном учреждено. То есть, все-таки Советский Союз способствовал этому в некоторой степени. Да, Владимир Владимирович, Сталин какое общество принял в организации, в создании израильского государства? Самое главное. Он его и организовал. Он его и организовал. А ты зачем? Ну, он сказал, хоть пусть там и сидят, хоть к нам лезть не будут. Понимаете, вот что у них, вот я могу как молодым людям будущего сказать, они принимают действительное же за желаемое. Это самый главный пробел сиаристов. Они такие дураки многие, дикие просто. Кретины. Но мне, точнее, из себя. Идет живот вперед, ноги кривые. А не твои заново. Но главное, это их все-таки заслуга в том, что они от имени Бога и все-таки учат других жить. И много тысяч лет, между прочим. Владимир Владимирович. Вы когда-нибудь... За вдовой Кирова, Марии Маркус, ведется повседневное негласное наблюдение. Николай. Что вы говорите? Что вы говорите? Я уже прервал фразу. Да говори, говори. Я слушаю. А вот Киров все-таки, кто принял участие? Говорят, они там друзья были лучше состами. Вранье это все. То есть... Уранья на него целое дело было, Макиров. Его хотели выдвигать на генсека и так далее. Он в свое время Керенскому приветственную телеграмму послал. Он же меньшевик активный. Никакой не большевик. Карапет такой вот. Очень морально разложившись совершенно человек. Занимался актрисами этого оперного театра. Поэтому они же в пещере там обсуждали вопрос о замене Сталина как генсека. Ерунда. А Жданов он был лучшим другом? Алкоголик. Да, ну да. А Клим Ворошилов там не владеет. Попробуем, Клим Ворошилову как относится? Ну, по-разному. В гражданскую войну он сыграл очень положительную роль. Вот. Как человек он ни во что не вмешивался. Но он нас подставил в Финляндии очень сильно. Как Сталин говорит, говорил, все в порядке у нас, все в порядке. А оказалось, ничего не в порядке. И с большим трудом, может быть, и война бы иначе повернулась, если бы Липецкий провал компании. А как, что-то, Сталин относился к Молотову? Очень подозрительный. А вы как его характеризуете? Сухой. Очень сухой человек. Человек, который много людей погубил. Он на практике, он на кого-то работал. И нравственный его облик какой? Таких данных не было. Жена у него работала на израильскую разведку. Полина Жемчужина. Скажите, а книги Судоплатова это... Книги Судоплатова это... Очень вредные книги. Потому что он рассказал о таких вещах, о которых вообще бы рассказывать не надо было. Я очень хорошо его замок знал, Дроздову генералу, который второе бюро возглавлял в МГБ СССР. Вот. Когда я его спросил, а как ваш шеф в 4-м управлении? Он говорит, как оперативник замечательный, как коммунист никакой. Вот вам характеристика Судоплатова. А вы слышали про деньги Суворова? А? Про книги Виктора Суворова. Слышали? Ну это ерунда все. Чушь, но я вам могу зачитать. Сейчас. Сейчас найдем. Очень много книг написано о разведке американской. То есть писали группы людей. На слое наших сбежавших. Но он сейчас в Англии. Да. Поэтому писали. На чем он? В общем, то, что написал так называемый Суворов, да этот, как его фамилик, я уже забыл. Да. Вот. Это написал Киселинг, немецкий фельдмаршал. И все, что в этой книге, это списано с Киселинга. А впервые о том, что Сталин хотел напасть на Германию, на Нюрнбергском процессе адвокат Геринга сказал. Так что все это, ну как вам сказать, ну борются разведки, ну, мои дорогие. И у нас люди все ищут правду. Когда правду, борьба идет. Вот они борются, как умеют. Каждый работает, как умеет. Важен, говорит, результат. А результат не в вашу пользу. Владимир Михайлович, вы сказали про жену Молотова. А институт Сионский девиц все-таки работал эффективно? Кто? Институт Сионский девиц, ну, так называемый. Не понял. Институт Сионский девиц, ну, как бы, в подкладывание еврейских женщин под клюшевых руководителей партии. Было дело? Ну, там разные вещи были. Понимаете, я, вот вы, наверное, у меня почувствовали, у меня большое к ним презрение ко всем. Потому что они, в общем, кретины. Погибают, как тараканы все. Вот вы в Бутово поезжайте, посмотрите, там штабелями лежат все красавцы. И не делают вывода. Ну, как можно. А памятники стоят? Нет, ничего нет. А как найти? А там есть, знаете, у них доска, где они там эти расстрелянные, убедные. А вот скажите, Борман, Борман. Ничего не знаю про него. Он мне был свой. Рассказывают разные вещи, я не знаю ничего. Я знаю Логутина. Бормана не знаю. Но это тень Гитлера. Скажите, уточнение такое. А материалам Судоплатова можно верить в книги, которые он пишет? Там много правды. Правда, да. Там очень много правды и справдивые документы. И он, в общем-то, очень талантливый контрразведчик. От него отнять нельзя этого. Они в войну. Ну, там еще очень большой был человек. Другой там еврей был. У него заместитель. Вот, который, в общем, террором ведал. Вот тут здорово он работал очень. И вот скажите еще по поводу Зорге. Зорге. Было ли такое, что он на канц... Он чей-то? Немецкий. Немецкий. Был на личной связи Гейдриха. Начальника управления германской безопасности. Вот, почему ему и герои не дали? Он же всех предал. В японской разведке, в контрразведке, три тома есть его этих показаний. Он же всех заложил своих агентов. Вот. Поэтому Сталин и сказал, мне никаких свинений дополнительных не надо. Я и так все знаю. И нам не представляет, как девай. Ну, вот, что он сообщил, да? Накануне войны, так сказать. Да, все это известно было. А что с ним произошло потом? Его убрали? Ну, конечно. Его японцы повесили. На всякий случай. О, стоит прочитать. 11 июля 1928 года Бухарин встретился с Каменевым и в присутствии Сокольникова, своего однокарстника по гимназии, подозревая вающегося в связи с английской разведкой, пытался обсудить формы и методы борьбы против ЦК ВКФБ. После беседы с Бухарином Каменевым записал основное содержание разговора. Эта запись Каменева попала к Троцкому и через некоторое время стала известна нашей контрразведке. Вот запись беседы, записанной Каменевым. Сокольников. Бухарин окончательно порвался Сталином и находится в трагическом положении. Бухарин. Сталин это Чингисхан и беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти. Сталин знает одно средство – месть. И в то же время всаживает нож в спину. Поверьте, что скоро Сталин нас будет резать. Что касается политической линии Сталина, то она гибельна для революции и ведет гражданской войны. С ним мы можем пропасть. Сокольников, Томский как-то сидя за столом со Сталином сказал ему – наши рабочие скоро стрелять в тебя начнут. Бухарин, при Сталине и тупице Молотова, который учит меня марксизму и которого мы называем каменной задницей, ничего сделать нельзя. Каменев, каковы ваши силы? Бухарин, наши потенциальные силы огромны. Рыков, Томский, Угланов – абсолютно наши сторонники. Я пытаюсь оторвать от Сталина других членов политбюро, но, значит, пока получается плохо. А за Никитзе, не рыцарь, ходил ко мне и ругательски ругал Сталина. А в ближайший момент предал. Ворошилов с Калининым тоже изменили нам в последний момент. Я думаю, что Сталин держит их какими-то особыми цепями. Орбюро ЦК ОКПБ «Наша», руководители ОГПУ «Егода» и «Трелисер» тоже. Андреев тоже за нас. Свою главную политическую задачу я вижу в том, чтобы последовательно разъяснять членам ЦК губительную роль Сталина и подвести к середняка цекиста к его снятию. Каменев, но пока он снимает вас. Бухарин, что мы можем сделать? Снятие Сталина сейчас не пройдет в ЦК. Однако подготовка к этому идет. «Планирую опубликовать правду статьи с критикой Сталина, а также доклад Рыкова, которым поставить все точки на дыне». Неожиданно Бухарин впал в истерику и к удивлению Каменева закричал. «Если страна гибнет, мы гибнем. Если страна выкручивается, Сталин вовремя поворачивает, и мы тоже гибнем. Что же делать?» И получив ответа Каменев и внешне успокоившись, Бухарин сказал. «Сталин распускает слухи, что имеет вас с Зиновьем в кармане. Он попробует вас подкупить высшими назначениями и назначить вас на такие места, чтобы она же катажировала». И вдруг с безнадежью в голосе. Бухарин проговорил. «Мы ничего, наверное, не знаем». И тут же обратился к Каменеву с просьбой. «Я просил бы, чтобы вы с Зиновьем одобрениями Сталина не помогали ему душить нас. Прошу вас сказать своим, чтобы они не нападали на нас». В конце записи своей беседы с Бухариным Каменев отметил. «Бухарин производит впечатление чрезвычайно потрясенного и до крайности замученного человека, создающего свою обреченность». Николаев. «И таких документов тьма, которые никто не читал, не видел, ни на никакую историю истинную не знал». «Книжка произвела такое впечатление, что вот мне дали тогда сразу вот этого почетного академика Брюссельской академии». «Они-то все фиксируют свои занятия?» «Да, присылают. Вон у меня тут бумага. Где она?» «Совсем недавно передача вышла. Значит, там приглашали вот некто там внуков Сталина, 3-е, 50-е...» «Вот так. Жухрай. Всемирная академия комплексной безопасности. Жухрай, значит, избран почетным членом Всемирной академии наук комплексной безопасности. Жухрай – это псевдоним мой, да?» «Вот и, значит, в передаче про Сталина, вот некто, про детей его, вот, там показывали, что есть там вот, значит, в разных местах, то есть у него были дети действительно помимо вот, помимо трех вот этих вот». «Да. Но у всех царей дети были. И по долгам. В общем, из них были любимые. У Чингисхана 700 детей было». «А как это связано с нравственностью?» «Какой?» «Черт его знает. Я не знаю, я очень красивый был. Ко мне все лезли. Но я…» «У меня четверо детей офицеров». «От разных жен?» «От разных жен. От разных женщин, к сожалению». «А одну не искали?» «Некогда было. Не получилось, как бы. «Не получилось. Ну, я во всяком случае, отец ругал за это, за все вообще. У меня две дочери и два сына было. Одного сына уже нет, к сожалению. Все доктора наук. Дочери две доктора медицинских наук, профессора обе. Одна акушер-гинеколог знаменитый, вторая – головной врач». «А тут бывает в гостях у вас?» «Ну как уж. Кошки вообще бегом бегают. Если я в чем счастлив в жизни, то в детях. У меня такие дети сказка просто». «А почему вы с ними не хотите жить?» «Потому что не хочу их смущать, потому что они ходят ведь, как эта самая кошка по пианино, куда хочешь. А я и буду ждать, пока дверь хлопнет. Пока он придет или она придет. Зачем мне это надо? Чужой жизнью жить». «Они хотят. Они очень хотят. У меня же старшая эта дочь, внучка Ермолина, главного помощника Сталина по военным делам, моего друга. Он кто?» «Они хотят. Учение красивое и очень женщина с ног ошибательной. Обе. Ну а младшая Пантера?» «Находясь за границей, справка. Ежов был завербован немецкой разведкой на почве гомосексуализма. Его дочь познакомили с красивым 11-летним мальчиком. Во время полового акта с ним Ежова сфотографировали и предъявили ему эти фотографии. Ежову было заявлено, что если он откажется от сотрудничества с немецкой разведкой, эти фотографии будут представлены руководству Советского Союза. После долгих раздумий Ежов согласился. В его вербовке принимала участие известная немецкая разведчица, работавшая под псевдонимом Жозефина Генза. Ранее она принимала участие в вербовке немецкой разведки члена ЦК ВКПП Ену Пидзи и кандидата члена ЦК ВКПП Карахана. На связи у нее находится заместитель председателя Совета народных комиссаров Родзутак. Инструктируя Ежова, Жозефина Генза сказала, что ваша главная задача сохраниться в руководстве СССР до дня Х, любой ценой. Поимой этой цели сражайтесь за социализм, как только можете. Не останавливайте, если вам придется у них сажать единомышленников и наших агентов, лишь бы создать в руководство ВКПП убеждение, что вы преданы делу коммунизма. Выяснилось, что Ежов, литовец по национальности, агент немецкой и польской разведок, засунули в нашу партию. После ареста, находясь в Тухановской тюрьме, Ежов при, значит, допросе, факт вербовки его немецкой разведки признал. Продолжение следует... Следственным членом партии Пел Интернационал. Последний раз, уже устали? Я не устал, я рад с вами висеть. Давайте, ребята, вы сказали, чайник мой скипите, торт принесли? Сейчас я поставлю чай. Нет, нет, нет.